так друзья всех приветствую меня очень просили записать подробный маркетинг план smart ex а ну раз просили значит делаем начнем мы с того что рассмотрим вот эту схемку которая есть презентации а дальше уже перейдем на другой лист где порисуем с вами кружочки и стрелочки для закрепления значит как вы знаете вход в проект smart ex стоит 0 5 эфира вот вы на схемке показаны до входя вы отправили 0 5 эфира тому человеку под которым непосредственно вы стали в структуру до обращаю ваше внимание вы отправили 0 5 эфира не обязательно тому человеку который вас пригласил по чьей реферальной ссылке вы зашли а тому человеку под которым вы очутились в схеме в структуре smart ex а сейчас об этом дальше подробнее поговорим значит все вы уже в структуре схеме до после этого вы допустим пригласили двух людей вы их пригласили или их пригласил ваш вышестоящий они упали к вам что называется переливом это неважно те так или иначе у вас два человека оказались под вами в вашей первой линии могут оказаться только два человека потому что маркетинг здесь представляет из себя бинарную матрицу бинарная значит без значит 2 поэтому под вами может быть только два человека также как и под каждым из участников первой линии только два человека значит заходя в проект вот эти два человека которые оказались под вами, соответственно, переводят вам по 0,5 эфира, по полэфира. Таким образом, у вас уже получается 1 эфир. То есть, потратили вы 0,5, заработали сразу же с первых двух 1 эфир. Что происходит дальше? Дальше вы можете продолжать приглашать. Но куда будут деваться люди, которых вы пригласили? Под вами же только 2 места. Соответственно, когда вы приглашаете третьего, третий человек становится вот сюда в структуре. То есть, он становится под одного из тех ваших приглашенных, которые у вас в первой линии. Вот сюда стал третий человек. Вы приглашаете четвертого, он становится вот сюда. Приглашаете пятого, он становится сюда. Шестой сюда. Либо же вот эти люди, которые у вас в первой линии, сами начинают приглашать. Тогда они сами под себя ставят уже людей. Значит, когда заходят люди на вашу вторую линию, соответственно, они первый уровень свой покупают при входе. И покупают они его не у вас. Вот это нужно понимать. Потому что некоторые люди недопонимают немножко и потом задают вопрос. А как же так? Я пригласил человека, пригласил его я. Он прошел по моей реферальной ссылке, встал во вторую линию. И почему-то деньги прилетели не мне. Они не должны были прилететь вам за его первый уровень. Первый уровень он покупает у того человека, под которым непосредственно он в структуре очутился. Вот у этого человека. И этот покупает вот у этого. Этот будет покупать вот у этого. Соответственно, а что же вам-то от этих людей, которые у вас во второй линии? А вам от них то, что когда они будут покупать второй уровень свой, они его будут покупать уже у вас. Почему? Потому что вы для них являетесь аплайнером второго уровня. Первый уровень покупается у тех, кто непосредственно над ними находится. Аплайнер первого уровня. Второй уровень покупается у тех, кто на две ступеньки выше. То есть у вас. Третий будет покупаться у тех, кто там над вами стоит. У аплайнера третьего уровня. Значит на второй линии у вас выстроилось 4 человека. С этим понятно. Выстраивается третья линия ваша. Здесь у вас уже находится на третьей линии 8 человек. Значит, соответственно, люди, когда заходят на вашу третью линию, первый уровень они покупают вот у этого, у своего первого аплайнера. Второй уровень вот у этого, у своего второго аплайнера. И третий уровень они будут покупать у вас. Я надеюсь это понятно Так, теперь по стоимости уровней Значит первый уровень при входе стоит 0,5 эфира Это вы знаете Значит второй уровень, который у вас будут покупать уже 4 человека ваши Вот 4 человека, которые есть у вас на второй линии Стоит 1 эфир И покупают 4 человека по 1 эфиру у вас Третий уровень стоит 2 эфира И покупают у вас 8 человек по 2 эфира Соответственно вам приходит 16 эфира Но вы знаете, что на самом деле маркетинг-план предусматривает не 3 уровня, а 6 уровней Почему дальше не прорисована вот эта схемка, если предполагается 6 уровней Потому что здесь идет зацикливание Четвертый уровень, который стоит уже 4 эфира У вас будет покупать снова ваша первая линия То есть снова вот эти 2 человека, которые непосредственно под вами находятся Будут покупать у вас четвертый уровень Они будут платить вам по 4 эфира каждый Пятый уровень будет покупать у вас ваша вторая линия На второй линии находится 4 человека Пятый уровень стоит 8 эфиров То есть 4 человека будут платить вам по 8 эфиров 32 эфира вы получите при проплате 5 уровня И шестой уровень будет покупать у вас ваша третья линия Вот это. Соответственно, 6 уровень уже стоит 16 эфиров и 8 человек будут платить вам по 16 эфиров. Итого 128 эфиров. Значит, 36 дней. Каждый уровень после его приобретения действует 36 дней. Что это означает? Это означает, что вы зашли, купили, допустим, первый уровень. 36 дней вы спокойно работаете, покупаете постепенно последующие уровни. Когда проходит 36 дней, первый уровень у вас перестает действовать. То есть, вам нужно его продлить. Вам нужно снова купить первый уровень. Через какое-то время, когда пройдет 36 дней с момента покупки второго уровня вами, перестанет действовать второй уровень. То есть, вам нужно будет снова проплатить за второй уровень. То есть, вы понимаете, что это означает? Это означает, что, по сути, раз в месяц вы будете получать повторные проплаты. Вы же будете проплачивать первый, второй, третий уровень. Ну, насколько вы там успели наработать, скажем, за 36 дней. Соответственно, и люди под вами, которые приобретали уровни, тоже будут проплачивать И оно снова будет поступать вам, эти средства Короче, у вас такая своего рода зарплата образуется Раз в 36 дней вы проплачиваете Эти деньги уходят наверх, кому вы там проплачиваете И, соответственно, под вами структура проплачивается В этом зацикливании вот такая интересная фишка Что это очень короткий промежуток В отличие от многих проектов, которые мы знаем на смарт-контрактах Где там есть 100 дней, там у кого-то год есть Здесь стоимость уровней больше, промежуток короче В общем, маркетинг здесь очень быстрый И он направлен на людей, которые не пришли сюда посидеть Здесь нужно действительно работать Но зато и работа здесь оплачивается немножко другими деньгами, чем в аналогичных проектах Так, это то, что касается вот этого слайда Теперь давайте перейдем на схемку, где попробуем с вами все это дело закрепить Значит, не обращайте внимания на циферки, которые расположены в кружочках Я просто отсканировал картинку, которая есть на сайте Да, из личного кабинета Поэтому цифры здесь роли не играют Итак, снова давайте закрепляем этот материал Вот вы зашли, да? Вот под вами образовалась ваша первая линия Значит, человек, когда заходит сюда Он платит вам Вот так рисуем вам 0,5 эфира Ну вы поняли, неудачная у меня пятерка Но смысл такой И этот человек, соответственно, тоже платит вам С этим понятно У вас образуется вторая линия Когда человек заходит на вторую линию Он платит вот сюда 0,5 эфира Потом, когда под ним выстроятся люди Вот два человека появятся Пришлют ему два раза по 0,5 эфира У него уже будет один эфир на счету И, соответственно, он будет иметь возможность купить второй уровень Так вот, второй уровень он будет покупать уже у вас Вот сюда стрелочка И он будет платить один эфир вам Я думаю, это понятно, да? Соответственно, третья линия 0,5 эфира платит вот сюда Ну или давайте возьмем другого кого-нибудь из третьей линии Тут уже намалякали, да? Вот этого человека из третьей линии возьмем Первый уровень он покупает Вот у этого Сюда 0,5 эфира пошло Второй уровень он будет покупать у кого? У своего аплайнера второй уровень. Вот у этого, второго уровня аплайнер. Вот у этого будет покупать второй уровень. И третий уровень он будет покупать у вас. Третий уровень это уже будет стоить 2 эфира. Я надеюсь понятно, но с этими точно так же. Все, собственно вот эту линию такую проведем. Вот эти 3 уровня, они составляют вашу команду. 14 человек. 2, 4, 8. Вот эти 14 человек, 3 линии. Они составляют вашу команду в том смысле, что именно эти люди и покупают у вас все уровни. То есть четвертый уровень, когда будут покупать, четвертый уровень будет покупать снова ваша первая линия. Вот эти люди. Пятый уровень, когда будут покупать, снова будет покупать ваша вторая линия. Вот эти люди. И шестой уровень будет покупать у вас вот эти люди. Все, все кто находятся ниже, они очень важны для вас. Потому что, ну вы понимаете, да, для того, чтобы вот эти люди, которые находятся у вас на третьей линии, начали покупать у вас третий уровень, под ними должна структура выстраиваться. Им должно быть за что купить этот третий уровень у вас. Соответственно, под ними тоже должны быть структуры уже. Поэтому эти люди, которые находятся ниже, тоже очень важны для вас. Но непосредственно ваша команда, это вот эта верхушка из трех линий состоящая, 14 человек. Вот их хорошо бы знать вот прям лично каждого. Чтобы не приходилось там как-то подгонять, а иди такой-то, найдись, когда ты уже возьмешь там нужный уровень. Чтобы вы их лично знали, в контакте с ними были. Вот тогда командная работа будет двигаться классно и все будет в порядке и гораздо быстрее, чем у тех, у кого это не так. Поэтому вот. Да, один важный момент еще, который тоже не все люди понимают, по поводу пропущенных уровней. То есть, если вы не приобрели уровень вовремя, получается так, что вы пропускаете проплату этого уровня. Ну, к примеру, смотрите. Вот, допустим, вот это вот вы на рисунке. Сейчас это вы. Под вами раз-два, вот на второй линии под вами получается, есть вот этот человек, который решил взять. Он уже получил две проплаты первого уровня, вот от этих. И решил взять в себе второй уровень, к примеру. У кого он его будет брать? Он его должен брать у вас. Раз, вот здесь, да? Потому что вы для него аплайнер второго уровня. Раз, два. У вас он его должен брать. Но получилось так, что вы почему-то себе второй уровень не взяли, не проплатили. Что же тогда происходит? Тогда происходит следующее. Раз у вас нет второго уровня, соответственно, у вас он его купить не может. У кого он его будет покупать? И вот здесь вот у многих ошибка есть. Они думают, что он будет покупать у следующего по схеме. У кого есть второй уровень. Это не так. Маркетинг предусматривает следующее. Он будет покупать этот второй уровень в таком случае у того, у кого вы должны были купить, но не купили. А вы должны были купить у кого? У своего аплайнера второго уровня. Раз, два. Вот здесь вы должны были купить, но не купили. И таким образом вот этот человек, который должен был купить у вас, будет покупать вот у этого. То есть деньги перелетят вот ему. Соответственно, то же самое происходит с третьим уровнем. Если, допустим, вот этот человек захочет купить третий уровень, он его должен купить у кого? Раз, два, три. Вот у этого он его должен купить. Но если у него нет третьего уровня, сам он не проплатил вот этот человек третий уровень, у кого купит этот человек? У того, у кого вот этот должен был купить, но не купил. То есть у его аплайнера третьего уровня. Раз, два, три туда вверх. Вот туда вверх улетит третий уровень. Понимаете, как это работает? То есть не делайте вот эту ошибку, когда вы думаете, что купит у следующего, значит не у следующего купит. А у того, у кого этот человек должен был купить, но не купил почему-то. Вот как работает маркетинг план. Вот это нужно понимать и отдавать себе в этом отчет. Потому что некоторые, особенно схематозники, думают, что ага, тут все так устроено, я сейчас там колбаску себе сделаю, все равно все стечется на мой верхний аккаунт. А потом горько разочаровываются, что все работает не совсем так. Те люди, которые работали там уже в других проектах, они знают, как это устроено. Те, для которых SmartX это первый смарт-контракт вот такого матричного типа с матричным маркетингом. Для тех, я думаю, это нужно знать. Ну, в общем-то, я думаю, все. Я постарался рассказать про маркетинг, про уровни рассказал, про то, как работают вот эти перескоки в случае непроплаты уровней тоже рассказал. Кстати, эта штука такая, которая очень болезненная на самом деле. Именно в SmartX очень болезненная, потому что, ну, суммы-то здесь немаленькие. И терять один эфир, два эфира, а то уже и четыре эфира люди теряют вот при этих перескоках, они к ним не попадают, деньги, которые предназначались им по маркетингу, а перескакивают выше. И, ну, согласитесь, это очень неприятно. Даже при нынешнем упавшем курсе эфира, как бы потерять 2-4 эфира, это, ну, не очень есть хорошо. Поэтому здесь нужно не спать. Стратегия, в общем-то, такая, что как только у вас появляются деньги на покупку необходимого уровня, то есть снизу вам поприходили деньги, и у вас уже достаточно средств на покупку следующего уровня, сразу покупайте, а потом уже берите, так сказать, себе на карман, потому что пролетают люди, пролетают. Ну, я понимаю, психология такая, что, ну, как бы, ну, ладно, я пока, вроде там у меня снизу пока ничего опасного, вроде там пока еще люди не собираются брать, поэтому я пока не буду торопиться. Ну, как бы так, да, психология на всякий случай, ну, а мало ли чего, пока пусть полежат у меня, да. А потом, ой, кто-то резко снизу взял, и я пролетел мимо денег, как неприятно оказывается. Поэтому лучше так не делать. Появились деньги, возьмите уровень, и, как говорится, будьте спокойны, работайте себе спокойно, что вы деньги не пропустите. Ну, собственно, все, наверное, что я хотел сказать про маркетинг-план. Все, всем спасибо, присоединяйтесь, кто еще не с нами, те присоединяйтесь в проект SmartEx, классно. Можно здесь заработать, небольшой командой можно заработать, заработать много денег. Но, если вы понимаете, что вы способны пригласить хотя бы двоих людей, вот на те условия, которые есть в SmartEx. Если вы абсолютный новичок, вы не знаете, можете ли вы приглашать или не можете, получится или не получится вообще, тогда лучше через CryptoHands или Million Money. Там вход дешевле, там условия для приглашений проще. В общем, это проекты больше для новичков. SmartEx все-таки проект для тех, кто понимает и чувствует за собой силу. Все, всем спасибо, на связи.